Всем большой привет! Я нахожусь на море, сейчас, не знаю, 7 часов утра, и я решила снять для вас такое видео. Кстати, фокус может скакать, потому что я снимаю на телефон, и ответить в этом видео на такой вопрос, который частенько задают, то есть, что лучше, растер или вектор, если, допустим, человек уже умеет рисовать растер, будет ли он продаваться, есть ли смысл загружать его на стоки, и, в общем, поговорим сегодня именно на эту тему. Для тех, кто не в курсе, я уже в каком-то видео с вами говорила, что растер – это на основе пикселей, а вектор – это на основе математических формул. И я расскажу, наверное, с моей точки зрения преимущества. Сразу скажу, что продавать можно все, и растер, и вектор, и продаваться будет все, и растер, и вектор. То есть, здесь, наверное, такой ключевой параметр, да, будет ли продаваться или нет, это именно какого качества у вас продукт. То есть, скажу для примера, да, что я продаю исключительно вектор, а мой муж в 90% случаев продает именно растровую графику. Поэтому продавать можно все, покупаться будет тоже абсолютно все. Теперь, какие преимущества у вектора? Ну, как бы, я просто рисую вектор, да, мне он как-то ближе, поэтому начну именно с его плюсов. Но это ни в коем случае не говорит о том, что вектор лучше растров. На мой взгляд, вектор удобнее тем, что, понятно, что вам не нужно никакой ни фотокамеры, ни фотоаппарата, то есть, ничего вам не надо ни фотографировать, ни делать, нужно просто компьютер, освоить программу Adobe Illustrator, да, некоторые, может быть, сопутствующие программы, и вы уже можете начинать работать. В принципе, у вас уже, да, то есть, в зависимости от того, насколько вы лучше будете знать программу, будет расти качество ваших картинок. То есть, это такой жесткий плюс, что можно очень быстро стартануть, да, то есть, просто надо изучить программу. И плюс для покупателей у вектора в том, что его очень удобно использовать. Купив вектор, его можно тысячу раз пересохранять, да, все-таки его можно как-то редактировать, да, в отличие от растров, где вы купили исходный продукт, и, в принципе, все, его редактировать очень сложно. То вектор очень такой гибкий, вектор можно сохранить от самого маленького разрешения, да, до самого большого. То есть, он именно такой гибкий в плане того, то есть, дизайнер его купил, и его можно подогнать под какой-то там, да, под любой шаблон, то есть, под любой размер, да, немножко подредактировать, добавить какие-нибудь, допустим, свои эффекты, если. То есть, дизайнер, купивший, умеет пользоваться вектором и так далее, да, то есть, вектор покупается такой отчасти сырой продукт, который можно редактировать. Вот, это такой большой плюс. А какие же плюсы теперь у Растро? Конечно же, у него нет плюсов тех, которые я только что перечислила, да, то есть, его нельзя масштабировать уже после, да, того, как он готовый продукт получился, его сложнее, скажем так, ну, он менее, менее гибкий, да, то есть, его пересохранять, если будет, да, то все равно он будет терять в качестве, и это не совсем приветствуется для Растро. Его все-таки, как готовый продукт вы купили, вставили в какой-то проект, да, и все, уже как готовую картинку, уже как готовый продукт. Какие же плюсы? Плюс первый, на мой взгляд, что если вы, допустим, обладаете еще и фотографией, да, то вы можете, скажем так, комбинировать фотография плюс растровая графика, сейчас это очень популярно. Вообще, в принципе, самое большое, что скачивается на стоках, это фотография. Просто там очень бешеная конкуренция, очень много предложений, да, поэтому, чтобы на этом заработать, надо иметь очень большой портфель. Но, в принципе, фото так и остается самым продаваемым продуктом на стоках. Сейчас пользуются популярностью фотографии с элементами иллюстрации, да, то есть если вы владеете, допустим, фотошопом, то вы можете там нарисовать графику, да, сделать основу, фотографию и сверху наложить какие-то элементы графики, и это тоже будет очень здорово. То есть, в принципе, в иллюстраторе нет такой возможности. Вы не можете использовать напрямую фотографию, как, допустим, как подложку, да, или фотографию как основной элемент, да, картинки. В иллюстраторе вы можете использовать фотографию только как вспомогательный, да, То есть сделать из нее сетку, сделать из нее какой-нибудь трейс. И то, да, сейчас уже ограничили эту возможность. То есть нет такой возможности, что вы можете комбинировать фотографию и графику. В фотошопе, то есть в растровой графике это запросто. Вы фотографируете, смешиваете ее с графикой и это сейчас очень популярно. Но здесь как бы вытекающий момент, что надо еще и уметь фотографировать, иметь технику, иметь то, что вы будете фотографировать, то есть либо это модели, либо это предметы. Потому что фотографировать просто, допустим, природу или уже, скажем так, уже имеющиеся сюжеты, то да, этого, как я уже сказала, предложения очень много и надо придумывать что-то новое. Тот 3D-редактор сделает вам картинку, иллюстрацию гораздо лучшего качества, чем вы бы нарисовали в Adobe Illustrator. То есть, допустим, в Cinema 4D вы нарисуете, то, в принципе, такого же качества иллюстрацию в векторе вы вряд ли нарисуете. То есть качество гораздо-гораздо-гораздо лучше, чем у векторной графики. То есть у любого, в принципе, 3D-редактора исходная иллюстрация, да, реализм, скажем так, реализм самого объекта, самой иллюстрации будет, естественно, гораздо выше, чем у вектора. Но если вы не планируете использовать какие-то фотоэлементы, да, или брать за основу фотографию, или у вас, допустим, нет 3D-редактор, если вы планируете рисовать исключительно такую цифровую графику, то, конечно же, выиграет вектор. То есть если нарисовать аналогичные картинки, просто графики, нарисованные вот с нуля, да, благодаря возможностям программы в фотошопе и в векторе в иллюстратор, то, конечно же, выиграть вектор, да, потому что его действительно удобнее им с ним в дальнейшем работать. То есть если вы растровую графику планируете делать, да, то, как мне кажется, целесообразно, если вы умеете и любите фотографировать. Следующий момент, когда уместна растровая графика. А если вы уже умеете, допустим, рисовать, вы, допустим, художник, или вы просто хорошо рисуете от руки или вы просто любите рисовать от руки, то тоже, допустим, начинать, да, именно начинать можно тоже сразу. То есть нарисовать на листке бумаги, сфотографировать, только важно, чтобы качество фото было, ну, хорошее, да, то есть не просто так на телефон, а действительно, то есть свет подготовить, то есть обзавестись все-таки хорошим фотоаппаратом. И можно, в принципе, сфотографировать то, что вы нарисовали на листке бумаги, обработать это в фотошопе, да, то есть просто сделать более цвета, более мягкие, да, как-то убрать шум, если он у вас там имеется, да, и, в принципе, это тоже можно загружать на микростоке. В общем, да, если вы уже умеете рисовать и вы пока еще не владеете, допустим, вектором, вы всегда можете начать с того, что вы уже умеете делать и постепенно, постепенно, скажем так, обучаться чему-то новому, да, и, скажем так, захватывать какие-то новые пространства, да, то есть продолжать делать растер и, допустим, осваивать вектор. Если вы, допустим, начали загружать растер, какой-нибудь сделанный, допустим, либо в фотошопе, либо просто сфотографированный, и вы видите, что он у вас как бы не продается, и вы делаете вывод, что если вы сейчас начнете рисовать вектор, да, он будет лучше продаваться. Зачастую это действительно работает, да, потому что вектор, он проще рисуется, допустим, чем хорошая фотография делается, особенно если вы вот с нуля начинаете, да, то мне кажется, что легче обучиться вектору, чем обучить все премудрости фотографии, плюс, учитывая бешеную конкуренцию, да, то вам уже надо хорошо фотографировать, если вы идете на стоке. Тогда, если вы загрузили несколько растеров фотографии, и вы видите, что они у вас не продаются, потихоньку вектору, переориентируйтесь на вектор. То есть не надо как бы так разочаровываться, да, и думать, что у меня ничего не получится, это все нереально, и так далее. То есть факт остается фактом, что картинка должна быть действительно хорошего качества, чтобы она продавалась. Это относится и к вектору, и к растру. То есть если у вас, скажем так, растр не очень хорошего качества, но и вектор не очень хорошего качества, то будьте уверены, оно все будет продаваться не очень. То есть в каком бы направлении вы не пошли, либо растр, либо вектор, везде надо будет совершенствоваться, обучаться, да, как-то развиваться и улучшать свои навыки. Ну, у меня сейчас тут асфальтик. Он там туда живет. Из насекомых. Смотрите, что я нашла. Вот это. Не знаю, я в общем стою тут, остановилась и думаю, это что бананы? Они на такой какой-то траве. То есть в принципе по описанию, да, что я и читала, что бананы растут на такой траве. И в Турции, в принципе, их можно выращивать. Они вырастают тогда маленькие, но вырастить можно. Я прям стою и думаю, блин, неужели это реально бананы? А еще здесь так забавно цветет кактус. И я думаю, интересно это съедобно. В общем, конечно, колючий, но он мягкий. Такой мягкий внутри вообще, как колючий персик. Я тоже такой первый раз вижу, чтобы кактус имел вообще какие-то такие прям плоды. Музыка. 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 Продолжение следует...